Друзья, приветствую! Сегодня у нас с вами следующее небольшое произведение для разбора, для разминочки. И здесь мы с вами выделим три основных аспекта, над которыми нам нужно будет поработать для того, чтобы улучшить качество нашей игры на гитаре. Для начала я покажу, как будет выглядеть у нас произведение, которое мы с вами будем работать. Это Прилют Матео Каркаси, Прилют Ре Мажор. Вот я вам показываю нотный вариант. Скорость будет у нас небольшая, аккуратненько, не торопясь, мы его с вами разберем. Но чтобы комфортнее было работать с текстом музыкальным тем, кто еще бегло не умеет читать ноты, я набрал также вариант с табулатурой, и поэтому мы пробежимся с вами непосредственно по варианту с табулатурой, когда уже будем работать над каждым тактом. Для начала я сыграю этот Прилют. Вот такой вот Прилют. Теперь давайте мы с вами пробежимся по основным моментам, на которые нам нужно будет с вами обратить внимание. Всегда, когда вы начинаете работать с любой композицией, первым делом мы обращаем с вами внимание на знаки при ключе, но это особо актуально для тех, кто играет по нотам, потому что от этих знаков у нас будет зависеть высота нот, к которым эти знаки относятся. Если мы видим ноту Fa, значит нам нужно будет поднять ее на полтона и играем соответственно ноту Fa диез, что мы можем и по табулатуре увидеть. То же касается у нас ноты до. Когда мы будем видеть с вами ноточку до, вот в нашем случае вот например нота до, знак при ключе говорит о том, что нам нужно эту ноту поднять на полтона, соответственно мы будем ее играть уже не на первом ладу, а как мы можем, можем судить с вами по табулатуре на втором ладу. Дальше обязательно мы обращаем внимание на размер. Размер у нас 4 четверти и если посчитать количество нот в каждом такте, у нас получается, что на одну долю нам нужно будет с вами играть 4 ноты. На одну долю 4 ноты. Вот мы сыграли 4 ноточки, у нас доля первая закончилась. Вторая доля тоже 4 ноточки, ну соответственно вот у нас и в третью долю 4 ноты помещается и в четвертую долю тоже у нас 4 нотки выходят. Первая доля, вторая доля, третья доля и четвертая. Когда у нас отбивает метроном равномерно мы включаем, вот мы на один клик метронома. Раз, два, три, четыре. Так закончился следующий такт. Раз, два, три, четыре. Ну и так далее. Чтобы равномерно у нас распределялось количество нот на каждую долю, за этим очень важно следить. Следующий момент, на что мы обращаем внимание, это на аппликатуру. В нашем случае у нас в самом первом такте на первую вот эту группу 16 нот прописана вся аппликатура правой руки. P это у нас большой палец правой руки. Дальше указательный, средний указательный, безымянный, указательный, средний указательный. И дальше аппликатура не указана, потому что рисунок идет аналогичный. Поэтому мы вот эту вот модель, это арпеджио, эту последовательность щипков можем распространять на протяжении всего прелюда. Вот, теперь, сейчас мы его с вами сыграем с остановочками и я расскажу, на что обратить еще внимание в плане аппликатуры левой руки. Мы начинаем играть с вами еще один очень важный, кстати, момент. На громкости, умеренно громко, mece forte, но внутри самого прелюда у нас будут небольшие динамические отличия для того, чтобы немножечко оживить произведение, добавить ему экспрессии. Начинаем играть с вами умеренно громко. Выставляем пальцы так, как у нас указано в аппликатуре. Указательный у нас получается на втором ладу на третьей струне, безымянный на второй струне на третьем ладу и средний пальчик у нас на втором ладу на первой струне. То есть, мы уже видим, да, что цифра 1 – это указательный, цифра 3 – это безымянный, цифра 2, соответственно, средний, ну и мизинчик у нас будет обозначаться цифрой 4. Играем вначале первую группу нот, вот то, что под двумя ребрами шестнадцатые. Дальше обратите внимание, какая у нас тенденция. У нас, получается, указательный палец уходит с третьей струны на четвертую. Вот даже мы вот здесь вот можем проследить вот так вот. А безымянный палец у нас уходит со второй струны на третью струну. Вот с ноты Ры на ноту Ля. Поэтому мы эти два пальца можем так вот синхронно раз и передвинуть по диагонали немножечко вверх в обратном направлении, ближе к началу грифа. И плюс еще добавляем мизинчик на второй лад на второй струне. Вот так будет намного проще найти этот аккорд, чем убрать пальцы, потом снова разыскивать где, на каком углу, какая нота находится. Так что следить за аппликатурой левой руки и видеть эти тенденции очень важно, помогает в плане исполнения произведений. Играем теперь первый такт. И вот аккуратненько раз, перепрыгнули. Следующий такт, когда мы с вами играем, обратите внимание, здесь у нас тоже есть элементы, связанные с аппликатурой. Мы можем слайдом со второго лада переехать мизинчиком на третий лад. Вот у нас, видите, и здесь четыре, и здесь четыре. Вот со второго лада на третий лад мы переезжаем так вот раз, а второй пальчик добавляем уже на ноту ми на четвертой струне на втором ладу. Теперь еще один нюанс и проиграем всю эту строчку. Смотрите, у нас с вами идет как бы по восходящей. Вот этот вот рисунок, потом мы поднимаем как будто бы звучание, вот у нас нота ре была, на ноту ре диез. Чуть-чуть погромче мы играем вот этот вот такт относительно, точнее вот эту часть такта относительно предыдущей, а следующий такт мы играем еще громче, потому что у нас с ноты ре диез на ноту ми идет еще повышение на полтона, соответственно, с ноты фа диез на ноту соль. А дальше вот этот рисунок, он идентичен предыдущему рисунку в этом такте. И чтобы у нас не было такой динамической тавтологии в плане громкости, мы с вами вторую часть вот этого такта будем играть немножечко потише. Тогда музыка будет звучать более интересно. Давайте мы с вами это сейчас на практике исполним. Начинаем играть умеренно громко. Теперь погромче на полтона, потому что у нас идет повышение. Еще громче мизинчиком переезжаем. А теперь тише, потому что идет повторение фразы. Вот таким образом. Дальше у нас, что у нас происходит во второй строчке. Мы играем чуть-чуть погромче на меце-форте вот первую часть этого такта. Мизинчик, кстати, вот мы с предыдущего такта можем даже не убирать. Вот он у нас зажимал третий лад. И здесь у нас опять этот третий лад появляется. Вот четвертый пальчик. Поэтому с предыдущей строчки, когда на вторую строчку переходите, можно мизинчик не убирать. Играем начало второй строчки. Теперь можно мизинчик убрать и чуть-чуть тише эту часть сыграть. Потому что практически один в один эта часть за исключением одной ноты. Дальше мы играем следующую часть. Четвертый такт. Тоже абсолютно два одинаковых фрагмента. Поэтому первый фрагмент мы можем сыграть погромче. А второй фрагмент мы можем сыграть чуть-чуть потише. Играем первый фрагмент. Следующая строчка. Придерживаемся той же логики. Играем первый фрагмент немножечко погромче, вот этот. А этот фрагмент немножечко потише. Теперь чуть-чуть тише. Здесь мы можем немножечко иначе поступить. Потому что у нас будет от этой ноты ми повышение на ноту соль. Можем сыграть и с той же динамикой, как мы играли. А можем немножечко вот этот третий лад. Первую строну чуть-чуть погромче сыграть. Играем первую часть. Теперь чуть-чуть погромче. Ну и дальше уходим на логическое завершение произведения. Потому что у нас это уже последняя фразочка пойдет. Последняя строчка. Давайте я немножко себя передвину, чтобы... А, хотя нет, помещается у нас практически эта строчка. Вот. Там мы сыграли чуть-чуть погромче. Теперь эту часть также, так как это начало такта, играем погромче. Потом чуть-чуть потише. И в конце еще тише. И замедляемся. Сейчас я расскажу, откуда я это взял. И все, произведение у нас закончено. То, что мы замедляемся, у нас есть вот это указание ретинута. Это говорит о том, что нам нужно чуть-чуть помедленнее сыграть к концу. А то, что мы с вами затихаем, это ясно из-за того, что у нас конец произведения. Мы обычно, когда разговариваем, к концу фразы, я имею в виду речь, у нас немножко воздух в легких уже меньше становится. И, соответственно, подача как будто бы более спокойная к концу речи, к концу фразы. Вот мы немножко тише начинаем говорить. Вот. И плюс ко всему мы можем отследить за тем, как у нас двигаются ноты фа, диез, ми, ну и сам конец произведения. Уже мы играем тише. Еще один нюанс отмечу. И в заключении еще раз эту фразочку сыграем. Обратите внимание, что у нас на протяжении всей этой строчки нота ля присутствует. Это второй лад на третьей струне, где я сейчас линию провел. Значит, мы указательный палец, так как она указательным пальчиком у нас эта нота зажимается, можем на протяжении всей строчки не снимать. Вот играем эту строчку на третьей струне, второй лад первым пальчиком. Погромче играем. Теперь чуть-чуть тише. Замедляемся сейчас и затихаем. Замедляемся. Замедляемся. Все. Мы подошли к завершению этого произведения. Мы видим, что у нас две линии, значит композиция закончилась данная. Какие мы извлекли уроки и что мы можем репетировать на базе этого прелюда Матео Каркаси, прелюда Ре мажор. Во-первых, мы работаем с вами над правильной ритмикой, чтобы у нас ровненько в одну долю помещались четыре шестнадцатых ноты. Второй момент. Мы следим за аппликатурой правой руки. Третий момент. Мы следим за аппликатурой левой руки. Вот когда мы перемещались с аккорда на аккорд, когда мы слайдом мизинчиком делали. Ну и непосредственно можем поработать с динамическими оттенками, хотя это уже больше на второй план отходит этот момент. Для того, чтобы произведение более экспрессивно звучало, дополнительно вот эти нюансы, они придадут изюминку этому произведению. На этом я хочу с вами закончить этот небольшой видео урок по прелюду Ре мажор. Репетируйте, если посчитаете его актуальным и нужным для вашего совершенствования технических способностей игры на гитаре. Всего хорошего, творчества, здоровья, добра и мира. Пока-пока.